Сегодня в конном клубе села Натальина было многолюдно. Лошади удивленно наблюдали за гостями, которые почему-то не хотели кататься, а просто стояли и разговаривали. Животные не знали, что именно сейчас решается их судьба. Задумываться о существовании этого предприятия мы уже давно начали, честно признаюсь. Я еще в свое время при Соловьеве обращался в район. То есть депутаты наши готовы были рассмотреть вопрос, чтобы передать на уровень района, потому что непрофильный объект, но Сан Саныч тогда и ряд руководителей крупных предприятий отказались. Я знаю, что если этот вопрос мы вообще не решим, то наступит тот момент, когда мы его просто не сможем содержать. Проблему конного клуба подняли родители воспитанников. Они обеспокоены тем, что единственный инструктор может уволиться. Кто тогда будет заниматься с детьми и лошадьми? Сейчас за животными ухаживают по большей части волонтеры, которые тренируются в секции. Уйдет инструктор, не будет и их. То есть инструкторов сельских нет. У нас все инструкторы ездят с головой. Было у нас одно время и до двух инструкторов, мы потом как бы вот был наплыв вроде бы, мы увеличили до трех, но вот сейчас по факту работают они. В клубе есть еще вакансии инструктора, но никто не идет сюда работать, зарплата невелика. А ездить придется в Натальи на каждый день. Повышать заработную плату пока не планируют. Местная администрация говорит, что клуб и так съедает 10% бюджета муниципального образования. И якобы жители других сел на это обижаются. Как бы депутаты тоже, тут же несколько муниципальных образований объединилось. Поэтому они задают вопрос, почему мы расходуем средства не для жителей Натальинского муру. Глава Балаковского района Сергей Грачев заявил, что нельзя допустить закрытие такого уникального клуба. Решить проблему помогут предприятия, с которыми уже проведена предварительная беседа. Проведем несколько рабочих совещаний, посмотрим бюджет, пригласим ряд наших промышленных организаций. Далеко не каждый район может похвастаться собственным конным клубом. И он может стать прекрасным поводом для визитов Балакова туристов. В модные нынче туры выходного дня можно включить общение с лошадьми. В клубе уже есть кролики. Можно поселить и других животных, организовав мини-ферму. Наверняка гостям города посещение такого места придется по душе. И тогда вопрос о закрытии точно будет решен.